50 стран, 5000 участников. В Перми открыли главное событие спортивной отрасли страны – форум «Россия – спортивная держава». Одно из главных достижений спортивной инфраструктуры региона – ледовая арена «Прогресс» в Бийске, строительство которой курировало Министерство спорта Алтайского края. Строительство ледовой арены – это историческое событие для города Бийска, потому что традиционно у нас люди занимаются хоккеем, активно занимались хоккеем, но все это, конечно, происходило в зимний период. Теперь для детей, для молодых людей, в принципе, для людей открыта новая ледовая арена, которая востребована, невероятно востребована в городе, и которая функционирует, и люди очень благодарны за строительство такого объекта. Дворец стал первой круглогодичной ареной с искусственным льдом в Наукограде. Объект создавался в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» и национального проекта «Демография» за счет средств федерального, регионального, муниципального и частного бюджетов. В общей сложности строительство «Прогресса» обошлось более чем в полмиллиарда рублей. За эти деньги город получил современную ледовую площадку мирового стандарта. На сегодняшний день здесь выполнено все из современных материалов, оборудование, все по современным технологиям поставлено, машины ледозаливочные на аккумуляторах американского производства, разработки. Также используют систему вентиляции, кор с начинкой тоже зарубежного. И у нас самое сердце – это непосредственно холодильное оборудование. Холодильное оборудование у нас с бицерами, это германское оборудование. Хоккейное поле, четыре раздевалки с душевыми, медицинский кабинет. На базе ледового дворца уже работают две школы фигурного катания «Прогресс» и «Сибирский лед» и «Школа по хоккею». Воспитанник последний, Петр Макроусов, уверенно стоит на льду. Почти четыре года парня возили на тренировки за десятки километров от дома. Теперь он занимается в родном городе. Когда не было вот этого льдового катка, нам приходилось ехать очень далеко. Где-то часа два надо было ехать, чтобы просто потренироваться. А открылся этот каток и все легче стало. Ледовую арену мы ждали очень долго, ждали с нетерпением, ждали все родители нашей команды. Мы следили за событиями, следили за стройкой этой арены, потому что для нас это огромная радость. И для города, наверное, события, которые, ну, по меньшей мере, ожидаемые в течение последних, ну, 30 лет, не меньше. И это решило многие проблемы, конечно. Теперь дети встают попозже, отдыхают побольше, ну, соответственно, отдают больше сил тренировкам. Заниматься в прогрессе, кстати, смогут не только хоккеисты. Новый спортивный объект, очевидно, станет местом притяжения горожан. Здесь уютная зона кафе, хореографический и тренажерный залы. В настоящее время город получает от ледовой арены и социальное время на бесплатные тренировки. Сейчас проводится аккредитация ледового дворца в единый реестр Министерства спорта Российской Федерации, то есть который позволяет проводить все российские любые соревнования. Оценили новую арену в Бийске и титулованные спортсмены. Звезда хоккея Вячеслав Фетисов после осмотра прогресса отметил, что ледовая площадка отвечает современным стандартам и закладывает основы будущих спортивных побед. Елена Кузовкина, Евгений Казанцев. День с толком.